Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие вот пинеточки. Подходят они как для девочек, так и для мальчиков. С моей плотностью вязания пинетки рассчитаны на ножку 11-12 см. Вы уже смотрите и ориентируетесь на свой размер ножки. По ходу видео я вам буду рассказывать, как поменять и изменить размер, то есть как связать пинеточку поменьше. Если вы будете совсем большую вязать, то изначально будете набирать больше количества петель, хотя бы на где-то 4 петелечки, можете на 6 добавить, то есть на свое усмотрение. Посмотрите, как вам захочется. Пинеточки довольно-таки хорошо еще растягиваются, то есть хватит их на дольше. Я использовала ниточку Ализе Бэби Ву, ней 175 метров в 50 граммах. Я взяла серый цвет. Также буду вязать спицами номер 3. Понадобится крючок для заправления кончиков, ножнички. И вам еще понадобится либо 2 отрезка ленточки атласной тоненькой, любого цвета на ваше усмотрение, либо просто сделайте жгутики. Ссылочку на жгутики я оставлю под этим видео. То есть вы сможете сделать по другому видео из записанных предыдущих видео уроков. Вот такие вот завязочки-жгутики. У меня сделано с завязочками. Хотите, можете этот этап пропустить по ходу вязания. То есть если просто хотите с отворотиком. Если же пинеточка рассчитана на новорожденного у вас, тогда можете делать смело без завязочек. Если же от где-то 4 месяцев, то 100% делайте завязочки для того, чтобы малыш себя удобно чувствовал, так как ножками часто шевелят, то будет пинеточки слетать. С завязочками же все гораздо будет у вас проще. Итак, берете любой цвет на свое усмотрение. Желательно возьмите все-таки Ализабе Биву. Я советую эту пряжу. Она гипоаллергенная и с бамбуком. Поэтому это не на правах рекламы. Просто добавляют себя. И кому понравилось, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Начнем мы вязание пинеточки с отворотика. Провязываем на 4 спицах по 10 петелек 30 рядочков резинки 1х1. То есть набираем 40 петелек, распределяем на 4 спицы и провязываем вот такую вот трубочку резинкой 1х1 30 рядочков. Я думаю, что вы с этим должны справиться легко и просто. Также я уже по ходу вязания заправила кончик, поэтому поставила себе вот такую ниточку маркер. То есть вот у меня начало и конец ряда. Поэтому мы продолжаем с вами уже с 31 ряда. У нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Чередование. Поэтому мы провязываем вместе лицевую и изнаночную. Затем делаем накид. Как бы восстанавливаем вторую петельку, которую захватили провязанные 2 вместе петли. Теперь снова лицевая и изнаночная вместе. Снова накид. Это 4 петельки. Снова лицевая и изнаночная вместе. Накид. И так до конца ряда. То есть как бы мы провязываем 2 вместе, но с помощью накида мы замещаем ту провязанную вместе петельку. То есть у меня на спице вместе с накидами 6 петелек. Теперь снова провязываем 2 вместе. Накид 8 петелек. 2 вместе 9. И накид 10. Все. У нас как было 10, так и стало 10 петелек. Но при этом у нас уже получились вот такие вот дырочки промежвязания. Вот здесь вот. И продолжаем. Снова провязываем лицевую и изнаночную вместе. Делаем накид. Лицевую и изнаночную вместе. Делаем накид. Лицевую и изнаночную вместе. Делаем накид. И так до конца этого ряда. То есть до начала следующего ряда провязываем 2 вместе накид. И считаем, чтобы у нас на всех спицах было по 10 петелек вместе с накидами нашими. То есть не теряем петельки. Их как было 10, так и будет 10. 2 вместе накид. 2 вместе накид. Или накид, как вам удобно слышать. Вот, 2 вместе накид. И так далее. Провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Ряд у нас закончился накидом. Как и в предыдущих вот этих вот спицах, всегда у нас вот последний конечный накид. Теперь мы 2 ряда от нашего начала, то есть от хвостика, мы провяжем 2 ряда просто лицевыми. То есть за переднюю стеночку провязываем все петельки абсолютно лицевыми. Накид мы провязываем не перекрещенной, лицевой. То есть просто обычным-обычным способом, вот так вот за переднюю стеночку мы провяжем лицевой. 2 рядочка. Это у нас первая спица 1 ряда. Далее переходим ко второй спице 1 ряда. Затем к 3 первого ряда, к 4. И так нам нужно провязать 2 ряда по 4 спицы лицевых. Мы провязали 2 ряда и вот они у нас получились дырочки для шнурочка. Для тех, кто не хочет делать дырочки, можете провязать просто еще парочку рядов резинкой. А то и если вам этой высоты достаточно, если вы свернете вот так вот в 2 отворотик сделаете, в 2 части. Если вам этой высоты достаточно, то пожалуйста можете не делать дырочки. Просто пропускаете этот шар. Теперь же мы сейчас начнем вывязывать длину пинеточки. Как бы верхнюю часть пинеточки. Это самый мой любимый процесс, так как эта пинеточка легко фиксируется на любой размер. Например, вы сейчас набираете длину пинеточки, которую вам нужно, но при этом учитываете вот эти 4 или там сколько сантиметра. То есть если вам, к примеру, подошвочка 12 сантиметров, то вы минусуете эти 4 сантиметра. И получается у вас 8 сантиметров нужно сделать длину вот этой вот пинеточки. Если у вас всего ножка 8 сантиметров, то вы 4 делаете здесь в длину и у вас 4 здесь. То есть измерите сколько здесь и вам сколько нужно набираем высоту. Высоту мы набираем обычно лицевой гладью. Я буду набирать 28 рядочков. Мне будет более чем достаточно. При этом, смотрите, я начинаю вязание от начала, так скажем, в начале ряда. Для тех, кто вяжет вторую пинеточку, вам нужно с конца отсчитать 14 петелек. То есть не довязывая второй ряд лицевыми петельками, вот эти 14 петелек у вас и будет, скажем так, начало ряда. То есть вот 4 с предыдущей спицы и 10 петелек с последней спицы. Здесь же у нас будет в начале ряда. Провязываем эту спицу полностью 10 петелек лицевыми петлями. И со следующей спицы на эту же спицу, отлаживая в сторону, спицу одну, мы довязываем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. То есть у вас на второй спице остается 6 петелек, на третий 10 петелек. Вот мы на третью еще скинем с последней спицы 4 петельки. То есть у вас получается, смотрите, сейчас с задней части 14 петелек, с передней части, там где мы будем сейчас вывязывать длину пинеточки, и по боковым частям у вас всего лишь по 6 петелек. Еще раз повторюсь, кто не понял, для тех, кто вяжет вторую пинеточку, то есть мы сейчас с вами вяжем левую пинеточку, для тех, кто вяжет правую, точно так же проделываем только с последней спицы. То есть у вас на последней 14 петелек, затем на первой 6 петелек, на третьей 14, на последней 6 петелек. То есть все в точности в зеркальном отражении, то есть в зеркальном направлении. И продолжаем. Это у нас был первый ряд, затем я вяжу изнаночными петлями, то есть лицевую гладь, второй ряд. Далее разворачиваю лицевой, третий ряд, изнаночный, четвертый, лицевой, пятый, шестой и так далее. Вы смотрите, сколько нужно вам провязать. Мне, еще раз повторюсь, я буду провязывать 28 рядочков. То есть сейчас я начинаю третий ряд провязывать просто лицевой гладью, затем разворачиваю на изнаночную сторону четвертый ряд, изнаночной уже гладью и так далее. 28 рядочков длина высоты моей пинеточки. То есть вот так вот. Провязываем обычной лицевой гладью до нужной длины пинеточки. То есть вот пяточка у вас и вы провязываете длину, которая вам нужна. Итак, мы провязали высоту, будем называть подошвочки пинетки. У меня 28 рядочков, я провязала 29 лицевой последний ряд. В 29 лицевой сейчас объясню, почему я провязала. У нас маркер, то есть начало ряда, справа, с правой стороны спицы. Мы будем вязать справа налево ряд. Поэтому сейчас я провязала уже как бы первый ряд вывязывания высоты подошвочки. Высоты, именно наша, так скажем, глубина подошвочки. Вот так будем называть даже. И у нас сейчас начинается вязание левой пинеточки с правого верхнего уголка. Для тех, кто вяжет правую пинеточку, начинается ряд с левого верхнего уголка. Поэтому мы провяжем на два ряда короче. То есть у меня 28 рядочков. Для вязания правой пинеточки мне нужно будет провязать 26 рядочков. Почему? Потому что по ходу вязания у нас еще два ряда будет, так сказать, добавляться. Поэтому при вязании правой пинеточки вы потом по ходу вязания поймете, почему вы набрали короче. Чтобы одна пинетка не оказалась длиннее, чем другая. Итак, в общем, мы с вами провязали, получается, первый ряд высоты. Вот 29 ряд, у кого-то это 26, может быть, при том, что 25 здесь. Ну, то есть вы смотрите по себе. И мы поворачиваем боковой частью. Вот так вот боковой. И начинаем с боковых стеночек набирать петельки. Вот так вот. Просто за последнюю петельку, за последнюю косичку мы набираем с каждой вот такой вот крайней петельки свежую петельку на спицу. У меня будет петелек вместе с вот этими шестью боковыми оставшимися 20 петелек. То есть я сейчас наберу на боковых стеночках 14 петелек. Вы уже смотрите по своим обстоятельствам. То есть вы набирая боковые вот эти петельки, смотрите, чтобы у вас пинетка не уменьшилась в размере. То есть вы высчитали, к примеру, 25 рядочков, а вам их оказалось мало. Довяжите еще парочку рядочков. Либо с боковых стенок наберите где-то вот здесь вот между шестью петельками последними, которые на спице, и вот этими набранными. Наберите больше вот здесь петелек, максимально, которые можете. То есть, допустим, не две, как у вас по петелькам, а три. Ну, к примеру, вот одну петельку и где-то с боковой стеночки вот здесь вот вторую. Вот я пересчитываю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вот у меня 14 петелек я набрала. И шесть просто лицевыми довязывая на эту же спицу боковую. То есть, у меня сейчас получается 14 петелек на мыске и на пяточке. И по бокам у меня 20 петелек. Заднюю пяточку, заднюю спицу мы провязываем просто лицевыми, продолжаем. То есть, как и мысок, просто провяжем лицевыми. Затем наши первые 6 петелек с боковой второй части мы провяжем лицевыми. И с боковой стеночки, которая у нас набранная вот здесь вот, наберем еще 14 петелек. Вы уже ориентируетесь по себе. У кого-то это 12 может быть, у кого-то это 10, то есть 6. И, допустим, с боковой стеночки 10. Но обязательно, если вы набрали с одной стороны 20 петелек, то с другой стороны у вас точно так же должно быть 20 петелек. И никак иначе. То есть, не 18, а именно 20. То есть, первая петелька, вот здесь вторая я набираю, третья. Всего у меня получается 2, 4, 6, 8, 9. Затем десятую набираю и так далее. То есть, отлаживаете спицу в сторону, которая вам мешает, и набираем на боковых стеночках, на второй, уже уточню, боковой стеночке, такое же количество петелек, как и на первой. Наши петельки набраны. И вот у нас ряд закончился там, где и начался, в правом верхнем уголочке. Правая пинеточка начинается с левой стороны. То есть, вы закончили вязание вот этой высоты и переходите к боковой части сразу набирать. То есть, у нас этот ряд начинался вот отсюда. На второй пинеточке будет ряд начинаться отсюда. И так и продолжаете точно так же набирать высоту, но при этом к мыску вы провяжете лицевые и закончится у вас ниточка вот здесь. То есть, вы еще провязать должны будете мысочек. Почему я вам советую так? Для того, чтобы... Вот, покажу вам на примере правого носочка. У вас ряд вот где будет заканчиваться. То есть, шов, стык вот этот вот рядов будет заканчиваться с правой стороны, то есть, во внутренней стороне. Здесь у нас при вязании левой пинеточки у нас будет с правой стороны, с правой верхней. То есть, если у нас взять зеркальное отображение, у нас начало вязания вот оно внутри, и стыки по вязанию тоже внутри. И количество вот здесь вот петелек высоты одной и второй пинеточки у нас будет в один ряд. То есть, один ряд будет короче, на один ряд будет короче одна пинеточка. Это не сильно значимо и весомо этого не видно, поэтому не переживайте. Но зато будет красиво. Если вы свяжете две одинаковые вот по вот такому примеру пинеточки, то у вас будет стык с одной стороны и будет окончание или начало ниточки, то есть, тоже с одной стороны. А так это все будет гармонично, и если вы сделаете отворотик, этого ничего не будет видно. И как вы видите, если будет стык с одной пинеточки так же и с другой, то получится как две пинеточки на правую или левую ногу. Ну, то есть, на одну ножку. Все должно быть в зеркальном отображении, все должно быть очень аккуратно и красиво. Стараемся для наших деточек. Итак, мы с вами набрали петельки с боковых сторон. И теперь, начиная с вот этой первой нашей спицы, то есть, правого верхнего угла, провязываем до правого верхнего угла, то есть, весь ряд, все четыре спицы, все петельки лицевые. Эта спица, затем вторая, третья, четвертая. И вернуться должны к правому верхнему уголочку. Вот так вот проходим по кругу лицевыми петельками. При вязании боковые стеночки хотите, можете вязать петельки перекрещенные. Обычно советуют, чтобы были такие, скажем, плотненькие, не в дырочку пинеточки, то советуют перекрещенные лицевые вязать. Хотите, вяжите перекрещенные. Я никогда не перекрещиваю в этой модели пинеточек петельки. Они довольно-таки, все здесь аккуратненько ложится, никаких дырочек нет. Поэтому, хотите, вяжите перекрещенные. Хотите, вяжите просто за, обычным способом, за переднюю стеночку. Опять же, если вы будете перекрещивать, либо не перекрещивать петельки, вяжите одинаково, как на правой пинеточке, так и на левой. Или мы сейчас в данном случае вяжем левую пинеточку. На правой вяжите точно так же. То есть, одним мотивом. Не надо в одной перекрещенные петельки, а со второй пинеточки будут не перекрещенные. То есть, все вяжите идентично, одинаково, в зеркальном отображении. Довязали лицевой ряд до конца. Теперь продолжаем вязать, но уже изнаночными петельками. То есть, сейчас полностью весь кружок провязываем изнаночными петельками за переднюю стеночку, обычным способом. Слева, начиная справа налево и так далее. Тоже этот ряд заканчиваем в правом верхнем углу, но уже повторюсь изнаночными петельками. Сейчас у нас началось вывязывание именно высоты нашей подошвочки. То есть, сейчас мы провязали первый ряд лицевой после набора петелек по боковым стеночкам. Теперь мы провязываем второй ряд изнаночный. Третий ряд снова провяжем лицевой. Четвертый изнаночный, то есть, чередование лицевой. Изнаночная петелька лицевой, изнаночный. Целый ряд. Так нам нужно провязать 9 рядочков. То есть, сейчас мы довязываем этот изнаночными петельками ряд второй. Затем третий ряд лицевыми петельками, четвертый ряд изнаночными, пятый ряд лицевыми, шестой ряд изнаночными, седьмой лицевыми, восьмой ряд изнаночными. И девятый ряд оканчиваем ряд лицевыми петельками. Закончим на провязывании 9 рядочков. А затем на десятом ряду я вам покажу, какие будут изменения. То есть, сейчас пока без изменения. Там 14 петель по 14 мысок и пяточка. По боковым стеночкам по 20 петель. Это у меня. Вы уже ориентируетесь у вас как. Но на всех размерах принцип вывязывания высоты одинаковый. Поэтому провязываем 9 рядочков, чередуя лицевые ряды, изнаночные ряды. Заканчиваем лицевым рядом, девятым. И на десятом рядочке мы с вами продолжим. То есть, вот я начала третий ряд, он лицевой. Четвертый, изнаночный и так далее. Довязали 9 лицевой ряд. И теперь начинаем провязывать 10. Немножечко уточню. Для второй пинеточки, так как у нас ряд начинается с левой стороны, то, вот смотрите, он и будет заканчиваться с левой. Все, высота, все, что мы провязали с вами, провязывается точно так же. И сейчас, смотрите, нам нужно сделать убавление. Убавление мы будем делать на первой спице, там, где мысок, и на третьей спице, там, где пяточка. При вязании второй пинеточки вы уже ориентируетесь сами. То есть, там, получается, будете делать на второй и последней, то есть, четвертой спице будете делать убавление. Итак, сейчас провязываем, получается, по чередованию. У нас сейчас изнаночный ряд. Поэтому мы берем, как бы провязываем изнаночной, но две первые петельки вместе. Затем вывязываем средние петельки до двух последних. У меня это получается 2, 4, 6, 8, 10 петелек. Вот мы провязываем 10 петелек до двух последних просто изнаночными, то есть, как вязали до этого чередования. И две последние вместе провяжем тоже вместе. Благодаря тому, что мы сделали два сокращения на этой спице, у нас теперь 12 петелек на мыске. Теперь провяжем боковую стеночку точно так же, как всегда, то есть, наши 20 петелек, или сколько у вас боковых, просто изнаночными. То есть, это у нас 10-й боковой ряд набора высоты пинеточки. Вот мы провязываем вторую спицу без изменения. И подойдя к третьей спице, то есть, на нашу пяточку, мы делаем снова сокращения. Первые две провяжем вместе с этой спицы, и последние две провяжем вместе с этой спицы. Средние просто провязываем изнаночными петельками. Таким образом, мы с вами сократили по две петелечки спереди и по две петелечки с задней части, то есть, с пяточки. И у нас благодаря этому получается небольшое такое красивое закругление. То есть, у нас получается пинеточка не слишком такая квадратная с углами, а такая немножечко призакругленная снизу. И довязываем четвертую спицу обычными изнаночными петельками, просто по рисунку, то есть, по чередованию по нашему. Теперь мы с вами будем вывязывать мысочек и соединять с подошвой, так сказать. Начинаем вывязывать подошву. Для этого мы с вами на этой пинеточке, то есть, на левой, будем сразу провязывать лицевые петельки за заднюю стеночку, кроме последней. При вязании второй пинеточки у вас будет это изнаночный ряд, поэтому изнаночный ряд вы будете провязывать, начиная с изнаночных петелек. Теперь мы провязали лицевыми все петельки, кроме последней. Последнюю мы переносим на следующую спицу, на вторую, и провязываем за заднюю стенку вместе лицевой с первой петелькой следующей спицы. Теперь разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Снова провяжем наши все петельки изнаночными. Первая кромочная снимается, затем средние 10 мы провяжем вот так вот изнаночными. С изнаночной стороны изнаночными, с лицевой лицевыми, то есть лицевую гладь. Последнюю мы не провязываем, переодеваем на следующую спицу и вместе провязываем изнаночной. То есть с изнаночной стороны мы последнюю и первую со следующей спицы будем провязывать изнаночной петелечкой, с лицевой стороны лицевой петелечкой. Снова разворачиваем на лицевой ряд, кромочную снимаем. Средние петельки, кроме последней, провязываем лицевыми, а последнюю петельку снова переносим на вторую спицу и провяжем вместе лицевой. То есть запомните, просто первая кромочная снимается непровязанной, последняя провязывается вместе со следующей спицы первой петелечкой. И снова изнаночный ряд, первую кромочную снимаем непровязанной и с изнаночной стороны все петельки изнаночные, кроме последней. Последнюю мы провяжем с первой следующей спицы изнаночной петелечкой, то есть с изнанки изнаночной при лицевой глади, с лицевой стороны лицевой петелькой и так далее. Нам нужно убавить вот так вот, чтобы со всех сторон убрались все наши петельки. То есть у меня их 20 боковых петелек с одной и с другой стороны. У вас там, я думаю, сколько вы насчитали, так скажем, для вашей сантиметра, вашей ножки, ножки ребенка. И вот так вот продолжаем, продолжаем делать убавления. То есть вот так вот закругляется у нас мысочек и плавненько вывязывается красивая подошвочка. Вот так вот ровненько все красивенько. Для тех, кто хочет какого-то разнообразия, хотите, можете вязать, допустим, платочной вязкой продолжать, то есть чередовать лицевые и изнаночные. При этом у вас с изнаночной стороны будут лицевые провязываться, а с лицевой стороны будут тоже лицевые провязываться. Как бы чередование будет благодаря прямым и обратным рядам. То есть вы просто провязываете с лицевой и изнаночной стороны лицевые петельки и у вас получается вот такое продолжение платочной вязки. Но при этом не забывайте, что с лицевой стороны вы будете провязывать изнаночные петельки, а с изнаночной стороны провязывать лицевые петельки, последние. Чтобы у вас красивенько ложился уголочек пинеточки одной, с одной стороны и с другой стороны. Если вы будете провязывать вот таким стандартным образом, то у вас получится косичка лицевых петель с внешней стороны, вот здесь вот как шла сейчас, с другой стороны будут изнаночные убранные петельки. Поэтому обращайте на это тоже большое внимание, если уже экспериментируете. Вот таким образом у нас провязывается и вторая пинеточка точно так же. Просто начинается провязывание, еще раз повторюсь, с левого верхнего угла. И при этом первый ряд закругления мыска у вас будет с изнаночной стороны, то есть с изнаночными петельками. Но все абсолютно то же самое. Продолжаем убавление. Таким вот образом последнюю и первую петельку со следующей спицы провязывая вместе с изнаночной стороны и изнаночной петелькой с лицевой стороны лицевой до того времени, до того момента, пока не убавите все боковые петельки. У вас должны остаться 12 петелек мыска и 12 петелек пяточки. Все, боковые стеночки у вас должны быть все полностью завязанные в наши ряды подошвы. И соответственно не забывайте, что если у вас подошва лицевой гладью, то с лицевой стороны лицевые петельки, с изнаночной стороны провязываете все изнаночные петельки. Если платочная вязка, то все рядочки лицевые, но при этом с лицевой стороны вы провязываете 2 вместе изнаночной, а с изнаночной 2 вместе лицевой петелькой. Вот, смотрите, уже больше видна подошвочка, вывязываем ровненько, красивенько и у нас получается как с верхней части была вывязана лицевая гладь, так и с нижней части тоже лицевая гладь. Все очень красивенько, должно быть ровненько, гладенько. Если у вас совсем немножечко заворачивается, ну так скажем, длиннее кажется подошва, чем вот это убавление с боковых стеночек, ничего страшного, такое бывает, эффект такой, ну дается, но на самом деле, когда мы будем убирать открытые петли с двух сторон, все очень даже красиво ляжет. Поэтому не переживайте, если у вас немножечко заворачивается подошвочка, все будет ровненько и красивенько в лучшем виде. Вот, продолжаем вывязывать нашу подошвочку и мы с вами встретимся на закрытии открытых петелек. Я вам покажу, как потом красивенько и аккуратненько закрыть петелечки для того, чтобы у нас не было открытых петелек и красиво закончить подошву пинеточки. А сейчас пока продолжаем вывязывать, ввязывать в подошву боковые петельки. Вот, довязали подошвочку, о чем я вам и говорила, немножечко она закрученная, вот так вот, отворотик имеет, но не переживайте, сейчас все встанет на свои места. Смотрите, вы довязали полностью все боковые петельки, вот у нас красивые две по краям косички получились, вот такие вот. И теперь берем, поворачиваем к себе вот этой дыркой на пятке и начинаем выворачивать на изнаночную сторону пинетку. Можете сильно не стараться вывернуть, задача такая, чтобы соединить на изнаночной стороне вот эти вот две, так скажем, стеночки пятки, верхнюю и нижнюю, вот так будем считать. Вот она, пинетка у меня получилась завернутая. Поворачиваем к себе две спицы и так ниточку поворачиваем, чтобы она была натянутая на пальчике. Берем третью спицу и вводим сначала в одну петельку на спицу, затем во вторую петельку на второй спице первую, вот так вот. И провязываем вместе лицевой, то есть в одну спицу ввели, затем во вторую, вот так вот, взяли, сделали лицевой и сняли петельки. У нас получилась одна лицевая на третьей спице. Можете делать это крючком, если вам удобно. Теперь снова первую петельку на одной спице, первую петельку на другой. Вместе провязали лицевой и одели первую провязанную лицевую на вторую. Снова провязываем две вместе лицевой, вот так вот, и вторую на третью уже лицевую. Снова две вместе лицевой с разных спиц и снова одну на вторую. Две вместе лицевой, одну на вторую натянули. Снова две вместе лицевой, одну на вторую. Как бы делаем такие протяжки провязанных петелек. И у нас постепенно закрываются обе стенки открытых петелек. И у нас получается довольно-таки все очень аккуратненько. Вот так вот провязываем две вместе лицевой и делаем протяжку. Две вместе лицевой, протяжку. Так как количество петелек у нас одинаковое, у нас должно быть равное количество лицевых по две петельки связанных. Если у вас что-то не совпадает, значит вы где-то петельку упустили. Будьте внимательны. И вот так вот продолжаем делать такие вот называемые протяжки. Две вместе лицевой, одну на вторую. Две вместе лицевой, одну на вторую. И так до конца. И вот у нас получается последняя петелька. Убираем спицы. Берем крючок. И вот так вот делаем парочку воздушных петелек. Плотненьких. Вытягиваем нашу петельку вторую и обрезаем ниточку. Вытягиваем наш кончик и хорошо подтягиваем тот, который у нас обрезанный кончик. Теперь находим где-то среднюю петельку и еще раз сделаем в нее воздушную петельку. Или там какой-нибудь соединительный столбик, как вам проще будет. И прячем наш кончик. То есть вот у нас идет ряд волн. И в какую-то из сторон, например верхнюю, вот я сейчас делаю, начинаем прятать ниточку. Прячем аккуратненько кончик. И берем ножнички. Обрезаем лишнее. Кончик у нас запрятан, как вы видите, очень нежно, аккуратно. И выворачиваем нашу пинеточку снова на лицевую сторону. Так как у меня вот здесь вот уже убрано все, так скажем, все очень аккуратненько, то мне осталось просто снять маркер. Если же у вас здесь еще есть ниточка, кончик, хвостик, то вам ее нужно заправить, но с лицевой стороны. То есть не с изнаночной, а с лицевой заправляете. Для того, чтобы у вас при отвороте все было очень красивенько и аккуратненько. И нам осталось всего лишь связать вторую пинеточку. Мне уже не нужно ее вязать, я уже ее связала. И вот, обратите внимание, у нас во внутренних стеночках швы, во внутренних стеночках наши краешки. Вот я специально не сильно заправляла, чтобы вы увидели. И с этой, и с этой стороны, с одной и второй. Нам осталось лишь только заправить либо жгутиками. Вы можете посмотреть, как делать жгутики, веревочки у меня в видеоуроках предыдущих. Либо хотите, можете вставьте атласные ленточки. Такого цвета в тон ниточкам. Или же любого другого. То есть, например, если у вас серенькие пинеточки, можно розовенькие яркие ленточки, если это девочки. Точно так же голубые яркие, синенькие и так далее. В общем, хотите, где-то вставьте полосочку, допустим, цвета ленточки, чтобы у вас было какое-то сочетание гармоничное. Либо просто тон в тон. Или обычные жгутики, какие предлагаю я вам в своих видеоуроках предыдущих. Итак, в общем, наши пинеточки готовы. Они, конечно, немного бесформенные, но из-за того, что тоненькая ниточка. Но мне эта ниточка, честно говоря, нравится. Я уже давно ей пользуюсь тем, что она не парит, не тянется слишком при стирке. Она очень лояльная. В общем, все мне в ней нравится. Поэтому на ножках будет она сидеть очень красиво. То есть, очень аккуратно, облегающе и симпатично. Таких пинеточек вам хватит надолго, потому что они имеют свойство вот так вот тянуться. То есть, на сантиметра 2-3 еще у вас будет в запасе. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok